Всем привет! А сегодня мы будем слушать Кизару. Трек называется Квазимода. Кизару и Квазимода это вообще... Это же новый уровень. Он сейчас как расскажет нам песенку про любовь, а не про то, что обычно он рассказывает. И мы все офигеем. Прям горю желанием послушать. Погнали! Все, что я хочу на ДР, это просто лампу с джинни. Чтобы вышли все мои, кто сидит на строк режиме. Их кровь застынет в жилах, не Марджел и скинет джинны. Для тех, кто катает темной ночью на машине. Запускаем в них ракеты и нейтрон джимми. Не давал команды фас, поэтому они все еще живы. Не показывай свою, захочу и украду. Я сказал им, пусть не ждут, мы увидимся в аду. Хамуфляж, сорок пятый, я крадусь. Стори белый, упс. Пролил на них свой джуз. Они уже закончили, я только обошел во вкус. Нахуй тюрьму, он гад, туда я не вернусь. Она спросила, Олег, ты киллер? Все может быть. Хочет дым, ответил, мэн, иди приляг, поспи. В прошлом он легенды, ща просто душный тиль. У них старая прошивка, не забыли обновить. Я слэпу и так сильно выиграл слэп чемпионат. Твои хотели че-то мне сказать, че стоят, молчат. Мои гориллы на огне, блять, они не щадят. Ладно, не сы белый, мы не трогаем щенят. Кто вы, блять, такие, че задрали вверх носы? Вы забыли, кто вас научил, как включать в весы? Шесть кардиограмма черной-белой полосы. Телки не дерутся за меня, они спускают вниз трусы. Бэй, скажи, на что ты готова ради селфи? Большие косяки, будто скерри муви мелкие. Я не хочу знать, где они, они, наверное, в своей белке. Не спрашивай, блять, где я белый, я в своей тарелке. Я сел, столько хватит моим нугом, пока ты спишь. Моя сука такая, вернись домой, ведешься как гринч. Твой профит, твой барыга, твой бро, мистер криншот. Там кому продал, ты просто, блять, торчишь. Ветка, подходи, угощу тебя, кафе, кон лечи. Рэперы злятся, ведь они сидят на бенче. Я хожу с козырей отбиваться, им, блять, нечем. До сих пор живут с мамой, какие нахуй тренчи. Брат, ну ты там натрусил прилично. Квази-мода, брат, просто квази-мода. Да. Не знаю, при чем действует квази-мода, я не знаю. Тема не раскрыта абсолютно. Вот, друзья мои, что я хочу сказать. Не, ну как бы, когда первая песенка началась, она была достаточно кочевая. Я достаточно оригинальная, подумал, у-у-у. Вот, ну как бы, вот стиль, я все время забываю, что это за стиль, у Кизару. Я не люблю такой вот. Для меня это стиль обкуренного наркомана. У него вроде, либо клауд, либо трэп, что-то из этого. И оно всегда вот это вот, как будто ежик в тумане. У него вроде клауд. Вот, как будто ежик в тумане, который идет и не знает, куда идти. И его все время бултыхает из одной стороны в другую. Вот это вот мои ощущения внутренние. Про вот этот стиль Кизару. Но в этот раз он был достаточно четкий, достаточно кочевый. И я такая думаю, м-м-м. То есть, ну как бы, первый раз я сказала, м-м-м. Вот, но так и непонятно, к чему, вот, ну, что, при чем здесь Клазимода. Он опять, он там, какая там любовь, там девки за ним не бегают, они просто снимают трусы. Понимаешь? Вот девки, они такие. Они даже за ним не бегают. Просто, как увидали, сразу сняли трусы и бросили в него, чтобы не подходил. Нет, мы недавно обсуждали на Биг Бэби Тейпе, что трусы одинаковые носят на долгое время. Что их надо иногда снимать и мыть. Может, девки тоже снимают и моют трусы. Как увидят, я его думаю, пойду. Да, надо трусы побыть. Ну, не знаю. В общем, короче, тема не раскрыта, но предпосылки к более-менее нормальной музыке появились, вот, друзья мои. Пускай даже там до Клазимода далеко, даже до раскрытия темы, но все же было что-то такое, что раньше мы не слушали в Кизару. Итак, значит, тема не раскрыта, ничего. Значит, ну, по названию. Изюм. Был изюм. Скажем, что это изюм, потому что что-то было необычное. Значит, что у нас с текстом? Все было понятно. Про трусы понятно, про Клазимоду нет. 7 баллов за текст. И, кстати, там было мало, что он там увел женщину у друга и что-то там с ней сделал. Слава Богу, этого тоже было мало. Вот. Значит, по музыке. Вот, у музыки было достаточно, ну, своеобразно. Там, я не могу сказать, что мне вот это понравилось, но если сравнивать с тем, что было и с тем, что сейчас, то, в принципе, гораздо лучше. 8 баллов, поэтому, ему за это. Вот. Ну, как бы, по атмосфере, не знаю, ну, давайте тоже 8 баллов поставим. Просто, что придираться-то. Итак, 24 балла мы делим на 3. Кизару получает 8 баллов, друзья. 8 баллов для Кизара. Это просто. У меня даже этот упал. Вот это кто? Клазимода? Нет, это маленький Макс Солмейт. Компьютерный гений? А, кстати, давай я тебе покажу, с кого взял он псевдоним Кизару. Давай. Кизару – это персонаж из моего любимого аниме One Piece. Да? Ну-ка, давай посмотрим, с кого, кем он считает сам себя. У меня же коллекционирует лего анимешный. Вот он в виде лего Кизару. А сейчас я тебе покажу его это. Ты думаешь, он похож на Кизару? Нет, он не похож. Кизару крутой. А зачем Кизару? Хотя Кизару он тоже всегда такой... Он ленивый такой немножечко. Да он не ленивый, он обкуренный. Сейчас покажу тебе Кизару. Кизару. Сейчас я на тебя гляну. Давай, открывай. 1, 2, 3. Ну, фиг, гаси Кизару. Ну, я не знаю, почему он так решил. Наверное, он хочет быть таким же с возрастом. Ну, просто, наверное, Кизару... Ему просто слово понравилось. Фанат аниме этого тоже. А, ну, тебе нравится это аниме? Да, это мое любимое аниме. Это что, дай вор? Нифига себе. Сынок, только Кизару не становишься. Нет, я не Кизару. Мой любимый персонаж другой. Перона, Луфи. А этот положительный герой или отрицательный? Это отрицательный. Он... Нет, там главные герои пираты. А он дозорный. Но он враг. Понятно. Вот так вот. Ну, что, Кизару, теперь мы все про тебя знаем. Все твое подноготное. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok